так ребята мы приступаем к разборке нашей печки естественно начинаем делать это сверху с трубы сейчас у нас задача разобрать вот этот вот кирпичный вверх на чердаке и сделать так чтобы труба у нас не осела стояла как было то есть надо будет разбирать и одновременно подкладывать что-то под трубу чтобы она у нас не осела видимо будем какие-то столбики кирпичные делать доски класть мусе ты тоже здесь нам помогаешь ах ты любопытная такая сама ведь пришла на улице сегодня ветрено боюсь что трубу у нас сдует и крышу снесет это моя версия происходящего но олюшка считает что будет все хорошо ну вот я начал уже разбирать дымоход жутко жарко потому что работаем спец одежде в масках со светом на улице плюс 25 пока я один олюшка сейчас подойдет будет мне помогать тоже вот мы тут я уже дымоход почти разобрал пока ольга искала подставку сейчас будем разбирать до конца вот под дымоход надо будет что-то подложить вот это вот основание трубы под это основание трубы надо будет делать подставку либо попробуем его но эту трубу опустить пониже не знаю надо все сделать так чтобы ничего не упало можно было бы трубу просто вынуть но тогда у нас будет здесь затекать потому что на крышу мы залезть не сможем чтобы все там заделать хотя может быть и сможем в общем посмотрим как все будет проходить и так добрались до самого выхода из дома здесь сделан такой загиб типа лабиринта для того чтобы гасить искры которые летят из печи вот по этому лабиринту вот так вот дым шел и шел вот сюда заворачивался ушел уже уходил в трубу все было сделано по уму чтобы не было пожара искры гасили вот таким лабиринтом пламя гасящим а вот там уже там основной выход из печки уже из дома вот улюшка как заправки разборщик печей разламывает кирпичики да прошу прощения откалывает аккуратно вот у меня получается смотрите у меня жената на все руки мастер вот она в бейсболочке с фонарем сейчас я поснимаю и тоже буду продолжать разбирать вы не думайте я тоже здесь разбираю продолжаем разбирать верхнюю часть печки осталось совсем чуть-чуть вот дымоход уже здесь разбираем ребята пошел третий час нашей работы на крыше трубу зафиксировали могут на деревянную плаху вот это батарейка вот сейчас уже пошел к разборке дымоход вот вот уже пол да вот это пол все сейчас уже пошел дымоход который из печки выходит из кухни прямо сюда вот эту часть сейчас мы разберем и все остальное уже можно будет здесь перекрыть и доложить кирпичами чтобы труба у нас не упала вот и сверху здесь нас будет обложить ее чтобы она не шокалась потому что ветра очень сильной осенью здесь и может сдуть эту трубу и крыша у нас улетит вместе с трубой поэтому здесь по кругу для трубы тоже надо будет обкладывать кирпичами и укреплять ее на зиму вот так ну вот разобрана верхняя часть печки которая была на чердаке три или четыре часа мы ее разбирали все здесь все теперь там уже видно кухню нашу вон там через эти щели это уже комната все остальная разборка уже пойдет изнутри вот здесь нагородили сейчас вот это место будем укреплять ставить перекрытие но чтобы дыру эту закрыть и наложим сверху кирпичей чтобы вот наша труба не упала то есть тут будет перекрытие этот квадрат мы перекроем сверху уже все и сверху здесь укрепим кирпичами чтобы укрепить трубу она у нас не рухнула вот такие вот работы у нас разбирая печку нашли батареечку 33 36 л помните такие батарейки 17 копеек 4 с половиной вольта по госту 70 года изготовлена 2 вернее февраль 74 года раритет год рождения олюшки вот так интересные находки ну вот вчера мы разобрали верхнюю часть печки которые на чердаке теперь здесь у нас вон там мы закрыли все на чердаке осталось вместо только для разборки печки уже здесь внизу ох прощай русская печечка какие были вкусные каши какие вкусные пирожки бабушка здесь делала мне маленькому еще печки этой 50 лет почти 50 лет здесь у меня дедушка отдыхал на печке на лежанке все время ляжет печка горячая у него тут полочка была с разными яблоками а вот в этой двери у нас стоит сделано окошко через это окошко когда дверь была закрыта так вот ну тут было стекло вместо пленки и дедушка прямо с печки вот здесь через это окошко смотрел телевизор который там стоял вот новости прогноз погоды все сейчас мы приступим к очередному этапу сложному разборки вот этой русской печи всю фурнитуру заслонки задвижки дверки все сохраним потом сделаем какую-нибудь печечку еще здесь на этом месте собираемся из этой части домом и делать потом в дальнейшем баню срубта здесь хороший угол завалившийся мы поднимем и будет здесь у нас баня вот прямо на месте этой печки будет парная здесь вот так все огородим и будет парная а в передней где сейчас у нас комната будет комната отдыха здесь перед после этого входа будет раздевалочка тут стульчики стукну с лавочки поставим чтобы в парной зайти помыться в общем сруб оставим пусть он живет когда построим новый дом из старого сделаем баню ребята такая ностальгия меня гложет прямо вообще до слез сколько воспоминаний с этой печкой связано жалко ее разбирать вы не представляете как жалко а вот это колечко люка в пол в подпол в подполе оно старше меня мне 53 года на этого колечко здесь уже было до моего рождения оно помнит руки моих бабушки дедушки тети дяди мама моей всех моих родных это вещь прямо вот чисто духовная такая для меня она тепло накопила тепло всех моих предков ни за что это колечко не выброшу будет она у меня как амулет моей семьи вот так кованое кольцо моего рода вот о чем я и говорил вот погреб соседский как с которого водичка то течет эта стена наша которая осела вот на полу я положил уровень и вот видно насколько эта стена осела вот видите если вот так поднять вот зазор здесь где-то больше сантиметра даже а может сантиметр то есть пола сел на сантиметр в тот угол вот пузыречек если положить вот укатился так что есть у нас оседание надо будет угол поднимать но всю стену дома поднять начинаем разбирать печку вот так вот и и завесили сейчас будем вынимать кирпичики не знаю как но будем носить почему-то уже не предусмотрел эту возможность для переноски кирпичей в общем вот чтоб пыль не летела все занавесили сейчас будем разбирать он олюшка уже начала стучит там чего-то разбираем печку кирпичик по кирпичику разбирается она легко видимо все таки от старости росклор уже слабый ну естественно сдергиваешь и она в момент кирпичи отслоивается получается мне что таскать кирпичи опять да ладно давай приступаю продолжаем разбор печечки вот уже вверх разобрали добрались до заслонки все двигается я выношу кирпичи олюшка их отламывает а здесь вот уже осталось еще чуть-чуть и будет разбираться вот эта вот стеночка любимое гнездышко моего дедулечки он тут очень любил погреться в холодные денечки маленький дедушка у меня был очень удобно здесь помещался худенький ножки сюда высунет носочка греется прости дедуля ломаем твою печечку любимую но нынче другие времена надо здесь все сделать по другому ломаем мы эту русскую печку потому что она уже не работает трещины пошли дым валит везде из всех щелей да и она уже наклонилась у нас видите относительно потолка даже она уже у нас пошла в наклон фундамент там внизу под ней свой собственный но он уже наклонился чтобы облегчить фундамент надо эту печку убрать тем более что надобности в ней сейчас у нас нет поэтому решили ее разобрать сделать здесь кухню видите кирпичи все уже треснули все проваливаются внутрь само в само так сказать печное пространство везде трещины так что лучше ее разберем да дедуля ну вот разобрали уже верхнюю часть печки здесь вот такие дымоходы сделаны они с разными разные каналы сделан для того чтобы дым по печки ходил и и нагревал и передавал тепло в дом вот осталось уже четверть мы сняли печей кирпичей осталось еще примерно в три раза больше но надеемся сегодня за день разобрать не знаю но не сил хватит да мне конечно не верится а он олюшка в респираторе ну вот верхнюю часть печки разобрали вот эти все дымоходы которые вели сюда все разобрали жалко печечку но ничего не поделаешь коды берут свое надеюсь бабуля и дедуля будут рады тому как мы здесь сделаем потом кухню все обустроим облагородим будет здесь у нас солюшкой прекрасной кухни а печечка отслужила свое дорогая ну вот осталось еще чуть-чуть разобрать стены и вот тут вот лежанку дедушки и все вот передняя часть печки здесь уже вот дверца печная сейчас будем разбирать уже вот это вот все основание наверняка все-таки надо сверху разбирать по слоям потому что если мы тут разберем чем начнет сыпаться ну не знаю не знаю вот это же вот аркой выложен тут такая вот арочка вот здесь и она может начать обрушаться если здесь перед разобрать лучше все таки как с крышу снимать ой ребята работы тут еще вот так самое страшное это начать да ну вот носим кирпичики понемногу уже открылась сама печь ее потихонечку разбираем вот такая здесь складка мышиное гнездышко все сейчас разберем и будет уже останется только основание печки разобрать и все фундамент в этой печи трогать не будем пусть он останется в подполе пока закроем его временно не знаю олюшка будем фундамент печки трогать я думаю до пола только разберем все надо пола разберем и под поставим здесь но пол восстановим чтобы дыры не было и все вот сколько места будет сейчас разберем эту печку можно будет ремонт сделать идет девятый час разборки печки нижней части и вот на этом этапе мы сейчас находимся разбираем свод уже осталось здесь деревянные плахи огромные в пол бревна внизу сейчас до этих деревянных плах мы дойдем и будет уже убирать легче ну я так надеюсь потому что кирпичи приходится оттаскивать по три штуки максимум потому что тяжелый кирпич вот ну что ж надо делать вот этот люк в печь который вернее в трубу на чердак уходил работаем в масках потому что очень пыльно сажа ну вот почти до разбирали печку вот сколько с нее кирпичей там еще наверное штук 50 осталось эту подход кучи я наложил но и олюшка немножко каламбур да вот такая вот кирпичная гора останется тут знаю будет дом мокнуть или нет но общем я там оставил небольшие продухи чтобы он мог проветриваться что у нас стена не мокла за этой кладкой но дом не так будет промерзать фундамент потому что здесь такая своеобразная отмостка получилась вот здесь где грунт я насыпал здесь у нас осела немножко земля после того как септик нам проложили здесь вырыли канаву и сейчас вот здесь осела яма появилась и я ее немножечко заровнял на следующий год здесь вырастет тоже травка видите у нас везде выросла травка вот здесь все было у нас в глине и теперь снова здесь уже растет травка ромашки подорожник это грунт где земля осела мы там немножечко подравниваем до до сих пор не верится что мы разобрали печку это просто титанический труд был если бы не олюшка я даже бы и браться не стал вот все-таки как она меня сподвигает на различные подвиги на всем мужчинам желаю такую рядом над половинку которая бы дополняла помогала провоцировала мужчину на какие-то действия ну на полезные естественно и на хорошие очень важно в жизни найти свою вторую половинку с которой можно смотреть в одну сторону они тащить воз то в одну сторону то в другую надо всегда идти вместе по жизни смотря вперед тогда все будет хорошо а на сегодня все надеюсь вам понравилось всем добра